утро полдевятого времени 25 градусов начинается открываться они вот эти вот автоматически 22 вот этот вот пока еще не открылся он тут уже открылся этот с 22 наверно хотя они одинаковые нет этот и другой 22 просто здесь наверно жарче то что здесь он закрыто все везде перекрыто а там свободно поэтому похолоднее вчера я положила вот эту штучку опилками раскисляла о раскислала расщелачивала землю вот так она теперь будет выглядеть может быть поможет и они начнут лучше расти будет полить проделаю все вот эту грядку вот так я вчера заморачивалась не знаю что это даст ну просто сорняки очень уж быстро растут ну сколько прошло время уже сорняки ну ё-моё поэтому я решила положить посмотреть что получится если все будет хорошо я на всех могу так на все три в этом парнике положить пекинская капусточка расти быстрее я тебя пересажу пока она еще небольшая пусть сидит вот еще маленькие есть совсем маханьки так тут что накрыла эту эту петунью возможно это поможет ей и она все-таки выскочит не знаю надо было сразу накрыть что я не захотела ну вот эти возможно тоже чуть-чуть полежат лежат я думаются кто знает смотрим на вот эти вот цветочек уже вон скоро какой розеточку вас выпускает как тут мои дыньки пережили что-то не весело они может замерзли риск замечательно чувствует себя и все нравится здесь вот новые листочки пошли расти тоже хорошо что-то дыньки то ну правда не все но самые большие вон все плохо чувствует но мне их много мне хотя бы штучки три если останется каждого сорта и то уже хорошо поцелуйчики вчера полила вот такой у них соцветия нарисовывается больно нежные конечно но ничего все нормально ну работа начата вчера доделана вот в этой части грядки то есть я тут закончила выложила пока он так вот лежит рядом потом после полива он прибьется постепенно лежит как как литой так здесь я сейчас только что добавила опилок с налозом тем самым надеюсь что тоже улучшится показатель почвы а вот тут вот я уже с вот с той грядки которую вчера сделала вот с еще раз дела хочу сейчас еще раз попробовать что получится с анализом получше или нет чем в прошлый раз а это буду сейчас накрывать точно так же накрывать вот таким же образом посмотрим как это что у нас выйдет из этого я никогда не покупала эту мульчу не пробовала вообще такой мульчу ничего делать но посмотрим ну что я сделала подержала и хочу сказать что видно вчерашние мои действия сегодняшние привели к результату если вчера была между семеркой восьмеркой ближе к восьмерке то сегодня между семеркой и шестеркой коленки положу ну видно что вот семерка ближе к семерке шесть семь семерка даже по моему одинаково шестерка поярче а семерка то что надо ну в общем все таки результат есть будем надеяться помидора сразу то что щелочная слабо щелочная это не для помидор и мне нравится я это прям вижу что те помидоры у меня лучше эти грустные стоят не могут никак очухаться вчера было к восьмерке хорошо значит сделали нейтральную а это для них очень даже неплохо закрываю кстати эту я тоже на покупала в прошлом году я тут сижу немножечко осталось немножечко только начала но там снег идет то есть я вижу как падают снежинки зашибись дурдом весна проникет нормально двадцатка на есть вот форчики закрылись потому что меньше видно стало двадцати двух но по крайней мере тепло работать парники хорошо вот таким образом я продвигаюсь внутренне это конечно ну совсем ну так все равно другой работы сейчас на улице нету холодно я не люблю с холодностью работать поэтому самое то будем буду продолжать время 1 часов 18 градусов парники работа сделано 1300 я освоила положила работу я выполнила то что хотела положила молчу виде кокосовый мульчу на грядку как она себя поведет и как буду чувствовать себя помидоры покажет время но пока выглядит это вот так поэтому будем смотреть первый раз понятия не имею что как чего понравится не говорят на три года хватает но и она как бы разлагается и улучшает ее состав но выглядит хорошо аккуратно красиво без сорняков пропускает хорошо воду написано то есть я надеюсь что почва будет меньше надо будет поливать почва будет влажная ну и бактерий будет меньше всякой гадости выходить помидорчиком пока я там с цветами ложусь крыжовник убрал вон он лежит вон там крыжовник три куста потому что в том году мы на молоденький этот высадили и он уже прижился на нем были ягоды вот эти вот а этот нам всю тропинку закрыл поэтому решено его убрать столько нам крыжовника не надо мы его таком количестве не едим так чтобы ягодку сорвать нужно что-то с ним приготовить варенье свежую короче говоря таком количестве нам не нужно прям приятно хорошей дорожке идти и вид вид сразу открылся на пруд а то крыжовник уже вот пол не виден сегодня холодно очень-очень холодно то солнце выйдет тепло солнце уйдет холодно и водопровод переехал тоже сторону нас тут насос все переместили нас виноград сидит молоденький еще не знаю выжил нет сгнила брауна все таки быстро сгнивают вот так вот теперь вот к мангалу идет нормальная хорошая дорога от мангала к прудам а то прям раздражала мне эти кусты крыжовника это вот так они еще подвязанные выглядят а когда огромные так просто ужас какой-то крышу нам осталось на мангале сделать мангале осталось сделать крышу в общем то прям пруд хорошо теперь стало виден еще елки бы я вот лично еще и елки бы верхушки обрезал чтобы они в высоту не росли а